КОНЕЦ Барабинские степи Западной Сибири. Климат здесь резко континентальный. Зима суровая и продолжительная, с частыми метелями и сильными морозами. Лето короткое и жаркое, нередко засушливое. Колхоз Сибирь – типичное хозяйство южной лесостепи Барабинской зоны. Он расположен в юго-западной части Татарского района Новосибирской области. Всей земли в хозяйстве 32 тысячи гектаров. Из них сельскохозяйственных угодий 24 тысячи. В том числе пашни 15 тысяч. Естественных сенокосов 2 с половиной тысячи. Пастбищ 6 тысяч. Колхоз специализируется на производстве зерна и продукции животноводства. По уровню развития земледелия, колхоз Сибирь – лучший среди хозяйств Новосибирской области. За три года пятилетки здесь получено в среднем 25,2 центнера зерна с гектара. А в 1973 году с каждого из 8754 гектаров зерновых было получено по 27,9 центнера. Это самый высокий урожай не только в районе, но и во всей области. За три года девятой пятилетки колхоз выполнил задание по продаже хлеба государству на 138,8%. Все это стало возможно в результате применения комплекса научно обоснованных агротехнических мероприятий. Ведущее место в этом комплексе принадлежит севооборотам. С учетом местных, почвенно-климатических условий, наличия башней и количества размещенного скота, в четырех бригадах освоены пятипольные зерновые севообороты. А в трех бригадах шестипольные зерновые севообороты. Кроме того, в двух бригадах освоены пятипольные кормовые севообороты. В бригадах, где недостаточно естественных кормовых угодий, на отдельном поле, вне севооборота, высеваются многолетние травы. Яровую пшеницу, как правило, высевают первой и второй культурой после пара и первой культурой после кукурузы. Самым главным условием получения высокого урожая в колхозе считают своевременное и высококачественное выполнение всех пылевых работ. Уборку соломы в хозяйстве проводят вслед за комбайнами, тем самым освобождается массив для подъема зяби. Зябь, как правило, пашется плугами с предплужниками на глубину 22-25 сантиметров. С целью сохранения влаги и выравнивания почвы ранняя зябь пашется с одновременным барнованием в агрегате. При недостаточной влажности почвы для уничтожения глыб вместо барон прицепляют кольчатые капки. В случае появления всходов сорняков на ранней зябе проводят одну-две обработки почвы дисковыми гущильниками на глубину до 10 сантиметров. В колхозе большое внимание уделяют уходу за парами. Пар в течение лета содержится в чистом состоянии. После выпадения осадков баронуется. Рост урожайности зерновых в хозяйстве достигается также рациональным использованием местных и минеральных удобрений. Навоз используется преимущественно в полуперепревшем виде, в пару и под пропашные культуры, и вносится по 20 тонн на гектар. Разбросанный по полю навоз заделывается немедленно. Перепашка пара производится в третьей декаде июля плугами без предплужников на глубину 16-18 сантиметров. Минеральных удобрений колхоз получает мало, поэтому азотные удобрения используются частично для весенней подкормки многоэльтинг-траф и для подкормки кукурузы во время междурядных обработок в летний период. Агротехника в колхозе строится, исходя из особенностей каждого поля и возделываемых культур. На открытых полях, подверженных ветровой эрозии, внедряются приемы безотвальной обработки с оставлением стерни на поверхности. Обработку паровых полей начинают с неглубокого рахления культиватором-плоскорезом КПП-2,2 на глубину 8-10 сантиметров. В течение лета, по мере появления всходов сорняков, проводится еще несколько обработок плоскорезами и штанговыми культиваторами. Каждая последующая обработка плоскорезами проводится на 3-5 сантиметров глубже предыдущей. Заканчивается обработка пара глубоким рахлением на 25-27 сантиметров. Колхозники колхоза «Сибирь» знают цену почвенной влаги, умеют ее накопить, сберечь и поставить на службу урожаю. Зимой, по мере выпадения снега, проводится снегозадержание. Волки располагают поперек господствующих ветров. Зима – пора массовой учебы в деревне. Механизаторы учатся на краткосрочных курсах с отрывом от производства. Агрономы и бригадиры колхоза повышают свою квалификацию на ежегодных курсах, организуемых при районном училище механизации. Наступает весна. Теперь важно не упустить влагу с полей. В колхозе повседневно следят за ходом поспевания почвы. Всегда своевременно направляют на поля трактора. Закрывают влагу в первые один-два дня с момента поспевания почвы. На полях, обработанных отвальными орудиями, влага закрывается зубовыми баронами в два-три следа поперек или по диагонали к спашке. На полях, обработанных безотвальными орудиями, влага закрывается игольчатыми баронами или лущильниками с плоскими дисками. После закрытия влаги, по мере прогревания почвы, начинают прорастать сорняки. Для их уничтожения и создания хороших условий для заделки семян проводится предпосевная обработка. На заплывающих и уплотненных почвах, не дожидаясь прорастания сорняков, культивацию проводят в агрегате с баронами. На кукурузных участках предпосевная обработка производится также с одновременным барнованием и, как правило, с последующим прикатыванием. Важным условием для сохранения влаги в почве и получения хороших всходов является проведение предпосевной обработки и посева без разрыва. Сеялки заправляются автозаправщиками, что позволяет значительно сократить сроки сева. Особое внимание уделяется качеству семян. Для посева используются семена только первого и второго классов. Весь семенной материал заблаговременно протравливается и подвергается воздушно-тепловому обогреву. Одновременно в рядки вносятся гранулированный суперфосфат из расчета 15-20 килограммов действующего начала на гектар. Семена пшеницы и других зерновых культур заделывают на 6-7 сантиметров. При сухой погоде на 1-2 сантиметра глубже, при сырой – мельче, но всегда так, чтобы они легли на плотную подошву и во влажную почву. Поля, засеянные с помощью зерновых сейлок, сразу прикатываются кольчатыми катками. Семена зерновых культур после осенней или весенней обработки полей плоскорезами высеваются специальными стерневыми сейлками. После посева такими сейлками поля прикатывать нельзя. Для посева по пару, обработанному плоскорезами, применяются прессовые сейлки. После посева этими сейлками поля также не прикатываются. Продуманно решается в хозяйстве вопрос выбора оптимального срока сева. Лучшим сроком для позднеспелых сортов пшеницы здесь считают вторую декаду, а для среднеспелых – середину, конец второй декады мая месяца. Но при всех случаях, во избежание отрицательного действия возможных ранних осенних заморозков, сев яровой пшеница в колхозе заканчивают не позднее 25 мая. В зависимости от складывающихся условий влагообеспеченности почв и количества осадков предпочтение дается или засухоустойчивому сорту пшеницы «Саратовская-29», которая наиболее полно использует осенне-зимний осадки первой половины лета, или позднеспелому сорту «Мильтурум-553», способному переносить неблагоприятные погодные условия июня и начала июля. Основой борьбы с сорняками в колхозе считают своевременную и доброкачественную обработку почвы. Химические средства борьбы с сорняками применяют по мере необходимости. Тщательно ухаживают за посевами кукурузы, проводят довсходовое и послевсходовое борнование, междурядия систематически обрабатывают культиваторами, вносят минеральные удобрения. В хозяйстве постоянно ведутся культурно-технические работы, улучшаются малоплодородные сенокосы и пазбище. Хороший сорт – основа высоких урожаев, поэтому сорта смена и сорта обновления в колхозе проводятся систематически по плану. Хорошо поставлена и опытническая работа. Все передовые приемы агротехники, внедряемые в колхозе, предварительно проверяются на опытных полях. Поспевают хлеба. Приближается горячая пора. Перед началом уборки специальная комиссия осматривает состояние посевов, определяет биологический урожай. Уборка зерновых культур проводится, как правило, групповым методом. Правильно распределяя и максимально используя силы и средства, хлеборобы колхоза «Сибирь» добиваются высоких темпов и отличного качества работы. Уборка в хозяйстве длится не более 10-12 дней. Во время уборки примерно третья часть соломы, а овсяная и ячменная полностью, измельчаются и вывозятся на фуражные склады. Ни минуты задержки в продвижении зерна. Бесперебойно действует сушильно-очистительная техника. В процессе уборки семена в нужных количествах засыпают в закрома. Семена немедленно очищают, просушивают и еще осенью доволят до пассивных кондиций первого-второго класса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Применение передовой агротехники позволило колхозу поднять урожайность всех сельскохозяйственных культур. Из года в год снижается себестоимость производства одного центнера зерна. Трудовые затраты на производство зерна также снижаются ежегодно. Только за три года девятой пятилетки колхоз Сибирь получил 3 миллиона 869 тысяч рублей чистого дохода. За последние годы колхоз настолько окреп экономически, что смог возвести за счет прибыли детские ясли, школу, столовую, новый дом культуры и жилые дома со всеми удобствами. Построен также ряд типовых производственно-хозяйственных объектов. Повышение культуры земледелия позволило создать прочную кормовую базу. Если раньше колхоз производил 38 тысяч центнеров молока, то теперь, при той же площади, производство молока выросло до 52 тысяч 600 центнеров. Больших успехов добили струженьки колхоза Сибири. Вдохновленные решениями 24-го съезда партии, они намечают пути дальнейшего повышения культуры земледелия и роста колхозного производства. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok